Привет, друзья! Я Григорий Герман. Майдан-3. Насколько может сработать российская ставка на полтора миллиарда долларов, если подпутинские чинуши, которые заливают ему в уши сладкий мед о том, как на Украине все шатко, действительно сделают ставку на разобщенность украинского общества, на нелегитимность президентства Зеленского после определенной даты или на усталость и украинского общества, и западного общества от войны, которую Путин развязал и ведет на территории Украины. Еще один аспект. Не помрет ли лошадка, пока подрастет травка? Не наступит ли в России критический момент для гражданского общества, для граждан России, которые захотят высказать свое мнение по поводу всего происходящего в недвусмысленной форме, пока путинские клевреты пытаются организовать какой-то Майдан в Украине. Обо всем этом мы поговорили с Андреем Сидельниковым. Оставайтесь, будет интересно. Итак, Майдан-3, спецоперация, в которую включены все волкодавы, все спецслужбы, все сексоты, 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 все соты, короче, включены, на которые выделяются абсолютно безумные деньги, да, там полтора миллиарда долларов на операцию Майдан-3. А я не знаю, как у тебя, я когда услышал про полтора миллиарда долларов, у меня сразу же возникла мысль о том, что, ну, минимум-то 70% должны скроить по старой медведевской традиции. Ну, 70% это лет 20 назад. Сегодня это намного-намного больше, то есть я думаю, что сегодня из полутора миллиардов якобы выделяемых денег, во-первых, изначально они выделяются, ну, как бы такой, существуют сегодня мошеннические, относительно, опять-таки, мошеннические схемы, они разрабатываются в той же самой администрации президента, просто как выводить деньги из бюджета и, грубо говоря, на воздух получать, да, на вот проекты, которые никогда не будут сделаны, но в то же время такие пугающие и, ну, в общем-то, какой обычный распил. То есть с самого начала закладывается в эти все вещи именно распил. Поэтому понятное дело, что какая-то маленькая часть, она вот идет чисто для создания видимости, а все остальное как раз обрекодуется и все остальное. Так что, да, 90 и даже больше процентов из этих полутора миллиардов чьи-то карманы осядут. Ну, естественно, курирует, я так понимаю, все это Сергей Владимирович Кириленко и не только этот проект. Так что, да, ну, люди уже за несколько, за два года полномасштабного вторжения ряд, причем подпочеркиваю, не один, не два, а ряд чиновников в администрации президента стали миллиардерами. Я не понимаю одного. Уже был опыт, причем двухлетний опыт, два года назад это случилось, Медведчука, когда вкидывались деньги, ну, по-моему, вот где-то такие же деньги, около полутора миллиардов долларов, да, но в течение длительного времени. Когда были большие деньги, и они как раз там нашли как бы на покупку, здесь уже не только по карманам распил идет, да, а тут просто скупали лояльных украинских политиков, украинских деятелей. Это просто идет покупка, которая, покупка идет сейчас по всему миру. То есть, как бы, они не останавливаются в этом, им приносят результат. Посмотреть буквально недавнее заявление Папы Римского, в котором, в общем-то, встелился рукотворный дьявол. И дьявола этого зовут Владимир Путин и его компания. Вот и все. С другой стороны, как раз эти украинские политики, может быть, даже и хорошо, что так продавались, потому что они же, мы ведь теперь знаем, что они рассказывали, что российского солдата будут встречать с цветами, что как бы режим, как бы здесь вот этот вот, как они называют его, нацистский еврей по главе, избранный законным способом народом, по главе государства, нацистский режим. Ну, то есть, у них даже вот не трогает их ничего, что вот может как-то даже не быть соприкасаемым. Вот, поэтому все эти истории, да, и они вот эти сказки, как бы, а оказалось, украинский народ уже третий год дает отпор вот это вот в фашистской гибре. Ну, и, соответственно, мы видим, что никто не понес наказание за вот эти сказки, которые Путину там рассказывали. Ведь нет ни одного человека, который прямо вот, ну, его лечевали. Мы знаем, как режим расслабляется с оппозиционерами. Да. Да, вот. А тут как-то все тихо, спокойно. Ну, вот, распил – дело такое. Он способствует, возможно, и благоприятным взаимоотношениям внутри, потому что все-таки ведь не просто так они все участвуют, да, и не за идею. Они же не идейные. Они их вот как раз безидейные, они только финансово группировали. Слушай, ну хорошо, но на вершине все равно сидит главная кремлевская бордавчатая жаба, которая искренне верит. Я не верю, что в эти полтора миллиарда заложен его личный какой-то интерес. Он же сидит у себя там на золотом троне, и он же искренне верит в то, что ему приносят, в то, что ему говорят. То есть получается, что после 2022 года он необучаемый? Ну, смотри, вот этот заложен его интерес. Во-первых, он считает, что все деньги его. Ну, априори они как бы, да. То есть, если даже вспомнить мультфильм «Золотая металлопа», я раньше приводил его примерно, да, когда вот у шапы ящик, там, и сундук с деньгами, он туда убедникает и 10 монеток этих золотых бросает, а потом говорит, а как же я теперь развлечу твои деньги от своих? А свои деньги я никому не даю. Нет, ну, естественно, накопление – это одно, но чтобы накопить еще больше, необходимо тратить. Поэтому необходимо, опять-таки, покупать лояльность всех вокруг. Он не соображает, если мы говорим о Пуэле, он совершенно оторван от действительно реальности, потому что они ему искажали. Все эти годы, это же не было, как бы, опять-таки, там, за месяц на полномасштабке дали новые данные, сказали, вот, светами встретили и все остальное. Нет, это же картина мира формируется действительно годами. Более того, те люди, которые это готовят, они сами уже в это верят вообще, вот в это безумие, которое мы видим, которое извергается из их уст постоянно. Какие-то новые безумные идеи по тем или иным мотивам в разных отраслях жизнедеятельности государства и людей. Это просто, как бы, фантастика. Они действительно в это во все начинают сами верить. Так и Путин во все в это верит. Именно потому, что десятилетиями уже это все, ему хорошие, опять-таки, гонцов плохих, как бы, кто же понесет плохую весть, соответственно, было почти минимизировано, а все остальное вот под разной оболочкой происходило. Значит, конечно же, когда произошел первый Майдан в Украине, это был испуг. Причем испуг искренний. Они, во-первых, впервые увидели, что, а люди-то, оказывается, это не быдло, а, оказывается, в Украине-то есть, как бы, граждане, потому что эти же граждане делают, а не вот это спорище недоумков, которые собирают постоянно в то время на Путинги и все остальное. Да, вот эти вот, как бы, как бюджетников. Да, но смотри, но смотри, по поводу Майдана, мозг же очень быстро нашел ответ на то, что это происходит. Он же нашел ответ, который был очень подходящим под путинскую философию. Они куплены, если их не купил я. Они привыкли по себе мир просто. Опять-таки, по себе привыкли мир. Да, да, да. И это легче, конечно, сказать, что это Запад. Это, опять-таки, Гейропа. Посмотрите, это американцы за всем стоят. Ну, мы сейчас видим, опять-таки, вот риторика. И времена изменились. И они пошли на прямые убийства сотен тысяч украинских граждан. Но риторика-то, опять-таки, вся вот эта, она заимствована от гитлерской, фашистской Германии. Там тексты даже Гитлера, они просто переписаны в путинские речи. Это уже, опять-таки, ну, многие это уже увидели. И кто проводит анализ, это вот просто взять гитлерские, значит, тексты и путинские. Они почти как близнецы-братья. То есть там основа-то у спичрайтеров была именно гитлерские речи. Может быть, такая задача была поставлена. А может быть, это обычное российское головотягство, когда не хочется работать, не хочется думать, не хочется даже не то, что изобретать велосипед, а, в принципе, палец о палец ударить. Поэтому как бы и так у нас все. У нас все заимствовано из сталинских времен. Советская самая худшая действительно сегодня воплощается снова. Поэтому вот то, что они действительно испугались, да, они начали придумывать разные отмазки, ну и, конечно же, опять-таки, да, вот это пресловутые солдаты НАТО. На самом деле для НАТО Путин, как никто другой, сделал такой огромный вклад в укрепление, в усиление, расширение теперь уже официальное, да? Ни один гражданин в мире, ни один человек в мире столько, как Путин для НАТО не сделал. То ли это, опять-таки, вот такое глубинное искаженное сознание изначально прородавшегося гопника из подворотни, каким является Путин, да, как бы из этой питерской подворотни, а потом трансформированный уже как бы в ужасного маньяка, да? То есть вот не исключено, что изначально он был также куплен западными, например, спецслужбами. Но вот как любой маньяк, он как бы почувствовал вкус крови, победы и денег. Самое главное для него, как бы деньги – это главное в жизни вообще. Именно поэтому сегодня Роман Абрамович, который является одним из кошельков Владимира Путина, так ерзает и пытается якобы и помочь Украине, вот с обменами он помогал, да и где-то якобы с переговорами или совсем-то еще, там заморожено огромное количество именно путинских денег в деньгах Романа Абрамовича. Так что это вот, да, он с момента Первого Майдана очень развивался в этом направлении режим и действительно учился и на своих ошибках, и на ошибках врагов. При том, что смотри, вот достаточно любопытно, что он как бы пытался учиться на ошибках своих, но вот как показывает выделение этой суммы денег и вообще в принципе появление идеи Майдан-3, обучение происходило очень слабо, и ученик явно ловил мух на задней парте, а не слушал, что делает учитель. Потому что придумав себе, что Запад купил украинцев в 2004 году, а в 2014 они попробовали тоже купить себе украинцев, да, создав антимайдан, создав вот это вот движение, которое тусовалось в Мариинском парке, да, вкинув в это дело абсолютно нереальное количество денег, которое здесь мы знаем, в Украине какое количество денег вкидывалось в антимайдан, не получив по большому факту ничего, не получив искомое, да, то есть противовес настоящему Майдану, ни энергетически, ни количественно, а не снова в 2020 году. И аналитически, я думаю, что аналитически там все было нарисовано прекрасно, как и там что делается. Да, да, конечно. Так что там уже комарноса не подточит, как бы деньги потрачены, в карманы напиханы, но они как бы оприходаны таким образом, что у тебя по бумагам все сходится, в этом у них, наверное, равных нету. Бюджетер сходился идеально, да, 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 бюджет сходился идеально. Сходится все до копейки, хотя... Да, да, вот. Но при этом сейчас, через два года войны, и даже хапанув Медведчука, откровенного, да, который вылился им в сотни тысяч жертв, они снова выделяют деньги на создание Майдана-3 и на покупку украинцев. Или, подожди, или они будут действовать какими-то другими методами. И если другими, то какими? Нет, ну, во-первых, какими другими, когда они убивают людей уже, они уже другими методами действуют, уже, собственно говоря, да. Да, результата как бы нету, результата не будет. Но главный для них процесс, то, что, а, контролируют коррумпированных своих чиновников, и они просто держат их за горло именно вот этими вот разными проектами, и это, соответственно, спецслужбы Российской Федерации дают всегда понять и знают, что происходит, как и чего, и сколько кто украл, сами получая определенные, как бы, опять-таки, средства, которые уже по линии распределения цепочки работает вот эта коррумпированная машина. Это там известные, как бы, суммы, известные, как бы, проценты. Поэтому каждый выполняет здесь свою функцию. И те, кто сидят на расстыле, они прекрасно знают, что они под колпаком. Вот. Поэтому, во-первых, а, им деваться некуда, они военные преступники, и выскочить уже невозможно. То есть, если это можно было еще раньше говорить о том, как некоторые мои оппозиционные коллеги пытались рассказать, что нужно работать на раскол элит, я был категорически с самого начала с такой линии не согласен, потому что считаю, что, как я уже сказал, каждый пособник и соучастник этого режима должен получить возмездие в том или ином виде. Если мы говорим, что те, кто на Западе живет, это конфискация имущества. Именно, как бы, жесткое выселение нужно изгнать, на самом деле, из Запада, потому что они будут представлять угрозу национальной безопасности. Именно эти люди будут представлять угрозу национальной безопасности каждой страны, в которой они проживают, в которой они делают бизнес, где ходят в школу их дети. Ну вот, поэтому нужно срочно совершенно менять политику европейских, как минимум, стран. Потому что в Америке немножко по-другому это все, и легче, скажем так, справляться с этой нечестью. Ну и, конечно же, в общем, здесь все вот эти вот потуги, все, что делает сегодня режим, если с одной стороны это видится как заведомо проигрышная ситуация, но просто им нужен процесс, они в любом случае зерно там вот сомнений, как минимум, они взращивают. Поэтому здесь это важные вещи, казалось бы, они не приносят результата, и третьего Майдана, как видится, это из кремлевских окон, его просто быть не может, потому что ситуация-то изменилась, опять-таки, они не успевают за повесткой, они все время учатся на прошлых опытах, и в связи с тем, что сами изобретать велосипед не желают, они не замечают, как велосипеды изобретают другие. И вот они поэтому не могут угнаться. Но проблемы создают действительно большие. Ты в уникальном положении для нашего с тобой диалога, потому что ты фигуру здесь, фигуру там. Ты и на Западе живешь, в Великобритании, и ты очень часто бываешь в Украине. Я могу сказать, что ты живешь на две страны, по большому счету. Ну, сейчас даже, в общем-то, на одну страну, а уже работаю, езжу в командировке на Запад. Скажем, таким образом. Да, да, да. Но все равно ты там бываешь. Я поменяла немножко мой быт. Ты 16 лет там прожил, ты все равно в контексте. Поэтому, смотри, то, что озвучивают сейчас пропагандисты, и то, что они собираются раскачивать, это первое разобщение украинцев. Некое разобщение украинцев, на котором они будут пытаться играть. Видишь ли ты, в принципе, вот это разобщение, на котором можно сыграть, действительно своими глазами? Значит, я могу сказать как бы следующее. Разобщение я не вижу. Я вижу попытки, как это сейчас, ИПСО, модно говорить, вот методичками из администрации, я вижу попытки дезориентировать украинцев. Опять-таки, здесь задействованы разные слои, и не только украинцы. Я вижу это по так называемым оппозиционерам, людям оппозиционного мышления в России, как им в голову, они, кстати, легче реагируют на эти все вещи, поддаются влиянию. И они, вот этот заряд пессимизма идет, безусловно, да, заряд, может быть, каких-то, и правильные вещи говорят, нет, но сегодня война. Вот в мирное время это было бы совершенно логично, нормально и правильно было бы, если бы были разные точки зрения, на те или иные события и ситуации. Но сегодня любое сомнение в Украине, в общем, вот маломальское, это целые вагоны дров в топку именно кремлевской пропаганды. И я вижу по своим коллегам некоторым, и по тем людям, которые, ну, в общем-то, и не за Путина, но вот они очень поддаются вот этому влиянию в социальных сетях, надо сказать, пессимистически. На самом деле, вот я буквально сегодня ночью разговаривал со своим приятелем в Америке, ну, вот, и я даже, а у него, он со стороны, он в Украине был очень давно, видит это через призму, опять-таки, российской пропаганды, через призму официальных СМИ в Украине, вот этот вакуум тоже информационный, что понятен, как бы, нам здесь. А там, получается, что ты, когда со стороны смотришь, картинка все-таки, вот, перевес сегодня идет в пропагандистскую, значит, путинскую машину. Причем это делается действительно очень, скажем так, изысканно. Это вот не напрямую, как бы, да? Там есть определенные бригады, прямо напрямую в лоб вот эти безумные вещи, то, что с телевизора происходит, да? Ну, телевизор, как бы, мало кто смотрит. Все-таки в социальных сетях они пытаются, действительно, учатся, пытаются это как-то закамуфлировать. Так вот, я даже сегодня начал на него, как бы, так кричать, потому что я говорю, прекрати вот этот пессимизм. Я живу здесь, в Киеве, уже два года, и я вижу, я общаюсь с людьми, я вижу, да, сложности, да, проблемы. Это никто не говорит, что этого нету. Но есть, естественно, огромная усталость у нас у всех, уж тем более, кто напрямую вообще вовлечен, да, семьи, у которых, как бы, уже погибли их родственники, либо кто сегодня находится на линии фронта. Поэтому, конечно же, очень сложная ситуация, и любая, любая вот такая пессимистическая, даже, может быть, и адекватное, и правильное, правильное суждение сегодня, вот это распространение, оно влияет негативно, в первую очередь, психологически. Поэтому, говорю, мне очень сложно, вот, опять-таки, не впадать в депрессию, потому что, в общем-то, мы же за правое дело. Мы-то понимаем, что мы обязаны победить. Проблема же в том, что здесь уже победа не означает, это победа для просто отдельно взятой Украины. Эта победа должна быть уже и ассоциация такая всего цивилизованного мира, потому что Путин не остановится. Вот вообще не нужно думать даже на секунду, что он не пойдет дальше. Это вот сто процентов, здесь мы сейчас не можем, опять-таки, взвелить в будущее, да, и, как бы, машины времени пока нету, к сожалению, большому. Вопроса два. И эти два, две эти темы, они направлены не столько на украинскую аудиторию, сколько на западную аудиторию. И вот тут расскажи, пожалуйста, нам, насколько эти темы работают. Первая тема, это тема легитимности Зеленского с определенного момента, когда должны были пройти выборы в Украине. В Украине этот аргумент не работает вообще, потому что в Украине существует консенсус между политическими силами, между гражданами, о том, что Зеленский, как бы к нему кто ни относился, он должен быть президентом до конца войны, до победы. Работает ли этот аргумент на Западе? Значит, могу сказать, как бы, следующее по поводу консенсуса, да. Я юрист по образованию, и, в принципе, ну, меня так учили, да, основываться все-таки на законы. Насколько мне понятно, я, конечно, не Конституционный суд Украины, и заключение свое, я так понимаю, что споры как бы даст. Да. Вот, и мы посмотрим, какие аргументы будут. Но я, как непрактикующий уже долгие-долгие годы юрист, могу сказать следующее. Военное положение, при военном положении, проводить выборы невозможно. А потом я не очень представляю, как это оккупированные территории, это тоже граждане Украины. Военные, на фронте. Это украинская земля. Огромное количество, 10 миллионов беженцев сегодня. Да, да. Посольство, могу сразу сказать, как бы здесь технически невозможно, но при всем при этом защищены законами. И правительство Украины, и в первую очередь сейчас мы говорим о президенте, они защищены законами, правовым статусом. Пусть Конституционный суд решит, опять-таки, я высказываю свою точку зрения личную, но вот, что касается на Западе, то на Западе, как бы, они понимают, потому что у них есть схожие законы, другое дело, что они неприменимы, потому что там войны нет никакой, да, вот такой, как бы, легальной. И, соответственно, в общем-то, ну, международное право, оно, как бы, незыблемо. Только для России оно не существует. Для путинской России, для фашистской России, оно не существует. Для всех остальных в мире, цивилизованных там, а мы говорим о цивилизованном мире, о реакции цивилизованного мира, о реакции европейских политиков, это, в общем-то, не становится какой-то преградой. Я вот, буквально, опять-таки, вот неделю назад я был, я приезжал на несколько дней в Великобританию, я был в других европейских странах, на встречах, скажем так, я не поднимал эту тему напрямую. Она, честно говоря, меня лично не волнует, потому что у меня сформированная точка зрения, она основывается, опять-таки, на респруденции. Но я не слышал на переговорах личных своих с депутатами парламента Великобритании, с другими политиками европейскими, то, что те встречи, которые я провожу, хоть какое-то сомнение в нелегитинности, это разгоняется, опять-таки, насколько я это вижу, конечно же, опять-таки, кремлевской администрации, потому что они-то, военное положение, и введя войну, они проводят так называемые выборы, хотя бы в России была бы война, не было бы ее, выборов в России просто нет. В России военного положения нет, Андрей. Да в том-то и дело. Да. Самый главный процент уже понятен и известен. Да. Путину нарисуют там, если еще неделю назад это было где-то от 76 до 85 процентов, то сегодня речь идет уже как бы 82-86, например. Да. Вот через несколько дней, опять-таки, ну, мы на следующей неделе это увидим, то есть буквально здесь можно потом, как это, хоть фарш невозможно провернуть назад, а пленку отмотать можно. Потом можно будет посмотреть, там, 18-го, 19-го марта, посмотреть вот эфиры, которые происходят на этой неделе у разных, кстати, экспертов, политиков, общественных деятелей и посмотреть, кто, окажется, попадет в точку. Вот. Так что... Еще один нарратив, да, смотри, еще один нарратив по Западу. Не работает система в плане того, сколько это нелегитимный. Хорошо. Еще один нарратив по Западу, который ты можешь видеть, работает он или не работает. И это, на самом деле, серьезная штука. Это усталость от войны. Усталость от войны в Украине крутится достаточно серьезно с помощью полезных идиотов и с помощью проплаченных площадок. Насколько на Западе идея о том, что все устали уже от войны, нужно ее каким-то образом быстрее заканчивать, нужно прекратить поддержку Украины. Насколько эти идеи сильны? Они есть. Здесь я не буду как бы врать и как бы что-то еще. Это связано в первую очередь не очень хорошим временем сейчас финансовым для мира. Это не только связано с войной в Украине. Это совершенно как бы... И даже, наверное, это не главный фактор. Но так или иначе, все это накладывается в экономические проблемы той или иной страны. Например, в Великобритании будет в конце года выборы. Мы уже точно понимаем, что поменяется правительство. Опять-таки, в силу разных обстоятельств, поэкономических проблем, ошибок, которые совершила там консервативная партия. Ну, это как бы сейчас речь не об этом. Например, как бы в Америке мы не знаем, как результаты. Все-таки, как бы, хотя и Трамп прет достаточно сильно, и мы видим все его совершенно не противоречивые, а точные заявления. Да, но нам рассказывают, что вот он когда будет президентом, он будет делать по-другому. А с какой нам, рождан спрашивается, верить? Мы видим прекрасно, опять-таки, заявление Папы Римского. Да, это все делается с участием российского влияния. Чтобы было просто понятно. Все вот эти вещи, так называемых политиков на Западе, они реально вбрасываются через аффилированных с Путина людей, купленных Путиным людей. Орбан, опять-таки, да, и все остальное. Мы все это знаем. Жители стран действительно люди хотят помогать. Вот обычные люди, я сейчас буду говорить про англичан, жители Великобритании, потому что, ну, действительно, достаточно большой опыт и общение, и, в принципе, я как бы их знаю. В других странах я хоть и бывал, но как турист, это немножко другое, и говорить за них, наверное, было бы неправильно, хотя ощущения, ну, они там могут быть, но для этого надо доходить все равно в стране хотя бы. Не проездом, как это я делаю, встреча и побежал как бы дальше, потому что, ну, не успеваешь, мало что бы происходит. Так вот, англичане по-прежнему помогают украинцам, помогают Украине, не выступают против помощи, но это все равно усталость-то существует, потому что затянутый конфликт, потому что по телевизору показываются вот эти ужасы, ведь не скрывают западная пресса, происходящая в Украине. Да, в этом меньше стало, но вот, опять-таки, сейчас может быть интерес к Украине и новые. Всегда усталость существует от разных вещей, когда они очень долго длятся. Все-таки третий год, здесь нужно понимать, что это все-таки не за первый год, но так или иначе, какие-то новости, какие-то поворотные сюжеты, да и, собственно говоря, удача украинцев в этой войне, они всегда, вот этот позитив, они исплачивают людей, не только украинцев, но и на Западе, они видят результаты своей помощи. Каждый, кто принимает участие в этой помощи и следит за ситуацией, вот на сегодня наверняка получил, хоть и горькие, но положительные эмоции от получения Оскара, первого Оскара Украины, документальный фильм, которого лучше бы не было, но «20 дней мрюк». Ну, вот такие вещи. Или когда подбивается очередное путинское корыто в Черном море. Да, это поначалу, помнишь, как реагировали вообще все, когда крейсер Москва затопили? Это же событие было такое, объединило в энергии всю общею Украину, каждого сопричастного, хоть маломальски. Как это было здорово. Вот сегодня таким событием, на самом деле, если мы не можем на сегодняшний день говорить о победе на фронте, победе на каком-то фронтовом участке из-за нехватки современного вооружения и патрон, то под сезон новый уничтожение Керченского этого моста, так, чтобы это был не один пролет. Я уверяю тебя, это даст новый прилив энергии и разговоров об усталости на какое-то время совершенно уйдут, вообще прочее. Никакой институт не смогут помочь в этом. Необходимы результаты, безусловно, без результатов очень сложно. Это была первая серия разговора с российским оппозиционером Андреем Сидельниковым. Во второй серии поговорим о том, как Путин хочет убедить страны Запада, что война в Украине их не касается и что это просто региональный внутренний конфликт.